Здравствуйте, меня зовут Пинаев Олег, я являюсь тренером тренажерного зала Gold Fitness Indigo. И сегодня я вам буду отвечать на вопросы из рубрики 100 вопросов тренера. Первый вопрос на Палков Андрей. Основные рекомендации для набора массы. Это питание, режим, тренировки. Какая должна быть продолжительность тренировки? Ну, опять же, это все индивидуально, в зависимости, какой возраст у человека, как он занимается. Можно тренироваться и за час, можно и за полтора. Какая цель у человека, на что поставлена тренировка, на силовые или какие-то объемы хотят нарастить. Излишне опыта, я могу тренироваться и два часа. Все, от целей, конечно, зависит. Следующий вопрос. Большинство придерживаются рекомендации посещения зала три раза в неделю, мотивируя эту необходимость, время для восстановления и предупреждения перетренированности. При этом в эти три посещения прорабатываются различные группы мышц. И по логике восстановления требуется только соответствующие группы. Опять же, тоже все зависит, конечно, от возраста, какая цель, поэтому не всегда нужно придерживаться посещениям или тренировок на три раза в неделю. Сам я лично занимаюсь пять-шесть раз в неделю. Восстанавливаться мне хватает времени, поэтому нужно кушать. Опять же, режим, сон, спать. И ничего в этом страшного нет. Если сегодня у нас была одна группа мышц, можно на следующий день и другую группу мышц. Опять же, слушать свой организм, прислушиваться, как мы себя чувствуем. Нет такого, что нужно три раза в неделю тренироваться. Обязательно ли придерживаться жесткой диеты безвредных углеводов? Ну, все организмы разные, и каждый по-своему влияет. Кто-то может кушать и при этом не набирать, ну, у них ничего не откладывается. А кто-то склонен при какой-то малейшей погрешности сразу набрать лишний вес. Какое-нибудь интересное белковое углеводное блюдо? Ну, их много, много кушать, чаще кушать. У меня все просто. Рис, курица, греча, овсянка. Можно ли набрать массу без спортивного питания? Да, конечно, можем набрать массу без спортивного питания. Если вы готовы в течение всего своего дня не вылезать из кухни и постоянно есть. Можно ли набрать массу без железа? Например, турник, брусья, отжимания. Можно, но, опять же, до какого-то определенного уровня. Потом ему все равно потребуется что-то добавить. Следующий вопрос. Можно ли как-то нарастить икроножную мышцу, если стопа еще слабо работает? Сейчас реабилитация после несчастного случая. В голдфитнес хожу на дорожку. И да в обычной жизни много хожу. Но из-за проблем с голеностопом суставом мышца на левой ноге слабо развито. Или мне рассмотреть индивидуальные занятия. Заранее благодарю. Приходите, посмотрим, что-то посоветуем. Если у вас эта проблема тревожит, может, вы еще и, конечно, не долечились. Поэтому подскажем, что сможем. Как влияет кофе на тренировки и достижение результата по набору массы? Ну, по своему личному опыту, я кофе пью 2-3 раза в день. И перед тренировкой я тоже использую кофе, чтобы быть пободрее. Если набрать мышечную массу, а потом по каким-то причинам перестать ходить в зал, то через какое время мышцы уйдут? Тоже все индивидуально. Могут и можно фигуру потерять и за месяц, и за полмесяца. Кто как, смотря, доходил до этой формы, каким трудом добивался. Да, и какая форма. Тут непосредственно вопрос ко мне. В каком возрасте начал заниматься я лично? Занимаюсь уже 11 лет. В возрасте 17 лет я начал заниматься этим видом. Какие сейчас максимальные веса на базу упражнения? Ну, жим лежа у меня лучший мой и до сих пор. Он, это 215-220 кг. Как бы до сих пор эти веса я делаю. Тягу устану я не делаю. Потому что, ну, нет у меня такой растяжки. Приседаю я. Рабочий вес это на 250 раз по 8 делаю. 280 я на 3-4 сажусь. Какие сейчас спортивные цели? Ну, моя спортивная цель это быть в хорошей форме, чувствовать себя прекрасно. Как бы поддерживать себя зимой и летом, как бы в одной форме. Не худеть, не набирать, держать себя. Текущий рост и вес. Ну, вес я тоже всегда держу 97-99 кг. Это вот всегда мой предел. Когда я себя чувствую, прекрасно. А рост мой 185-186. Если присутствует желание посетить зал несколько дней подряд, при этом тренируются различные группы мышц и нагрузка от каждой тренировки ощущается, то можно ли это привести через какое-то время перетренированности? Ну, надо просто слушать свой организм, чувствовать. Вот и все. Да, нужно по поводу перетренированности, там, нужно не заморачиваться. Как бы для этого есть тренер, который вам научит, подскажет, чувствует свой организм. И тогда вы будете понимать, когда вы можете тренироваться, когда вы не можете тренироваться. Вы начнете чувствовать все и уже прислушиваться своему организму. А тебе сколько лет? 28. 28. То есть уже по факту ты 10 лет занимаешься? Да, даже 11. Прям без остановок. Никаких перерывов. А бывают у тебя какие-то резкие наборы, массы, пики, формы? И ты стараешься как-то на меня ровно? Вот всегда держу эту форму. Вот я, допустим, в свои 20 лет пожал свои 200 килограмм. Вот я всегда держу. Я как бы в свои 20 лет за 3 года, допустим, ну, за 4, там, в 21-2000. В 2014-2013 я уже был при весе 97-98, плюс-минус. Ну, конечно, сейчас где-то здесь, там, в плечах добавил, а так вот примерно так и держу. А ты сам тренировался, тренер, ты тренировался? Сам. То есть, там, весь опыт? Прямо все на себе, поэтому я, как бы, через все прошел. Все на себе стал, по-всякому тренировался. Как бы я тренирую, у меня вообще нет никаких программ. У меня всегда тренировка построена. И вот я со всеми, не знаю, может, это я индивидуальная такая личность, упертые, сильные, не знаю. То есть, я там со всеми силовиками спорю. То есть, они там, ну, конечно, я понимаю, у них там программ на проценты, да. Я всегда просто почти работал каждый раз до отказа. И я пережал всех этих людей, которые со мной тренировались. И не только пережал, во всех упражнениях я их там перепрыгнул. Которые тренировались строго там по программе пауэрлифтера. Это вот то, о чем мы и говорили. Это и есть тот самый опыт, который зарабатывается именно собственным трудом. Да, и как бы я никогда мне не было там начинать с зажима лежа. У меня сегодня тренировку, я так начал. Следующая тренировка, допустим, на грудь, у меня совсем все наоборот. То есть, могу заду наперед, нет никакой последовательности конкретной. Ну, понятно. Все разнообразно. Зачастую догма ведет к какой-то стагнации. То есть, работать по какому-то жесткому плану. Не было никогда. Прямо просто утомить вот эти мышцы. Прямо так, чтобы прям уж. А вот ты говоришь, тягу не делаешь, а? Я ее делал. Я выступал на соревнованиях. Я по пауэрлифтингу собирал 75-й категории кандидата в мастера спорта в экипировочном. Только я был без экипировки. Я только в экипировке жал. Ты же 280, да, ты озвучил? Приседаю, да. До сих пор. Без. Без экипировки. Но по сути ты тягу должен столько же делать. Да. Но я с умой не могу тянуть. Не чувствую. Я прям не могу я этот взрыв ногами сделать. А в классике я подседаю, но у меня не хватает растяжки. Я тянул 240, вытягивал, но я тягу вытягивал с горбатой спиной. Ну понятно. Я вот в 75 категории 200 прям вот тягу. Прям вот так. У меня ноги встают, а у меня поясничку-то я не могу вот так вот сделать. Не хватает. То есть вот чуть-чуть повыше я с плентов тянул, да, у меня все получается. А вот туда я не могу досесть. Ну по сути это в 90, категория до 95, да, получается у нас. Это мастер. А сейчас у нас вверх. По поводу жима или чего? Нет, а по поводу суммы трейбори. То есть по факту 280 плюс 220 это мастер, плюс тяга также 220. Это уже мастер спорта, да? Возможно. Ну невозможно, совершенно точно. Это мастер спорта. Ну там в зависимости от федерации, но по-моему, насколько я сейчас по памяти помню, это в любой федерации мастер спорта. Не было мысли съездить, зафиксироваться, как-то официально, так сказать? По жиму лежа. Не хочу тянуть. Это опасение не изводоваться и травмироваться? Да, я просто один раз, когда приседал 300, он меня так стрянул в спину, и я сел, встал. Но сел я только в параллель, чуть-чуть бинтики мне намотали. Блин, до сих пор, когда первый день ручки так вступают, что я прям целый. Полчаса могу сидеть и не встать. Ко мне отказалось, что на часа на два ноги. Прямо я лежал, прям чуть чувствовал ноги. Ну все равно для какого-то баланса, да, приседаешь, а сейчас делаешь упражнение? Да, я обязательно приседаю, и с большими местами приседаю. И на четыре приседаю, и на два приседаю. Ну нечасто, может, раз, полтора месяца я такую треневку делаю. Ну, просто не уходишь в какие-то светонагрузки. Я стараюсь объемом, я ноги делаю, у меня на ноги один из упражнений. Твои подопечные, из которых ты тренируешь, много ребят сделало, прогресс какой? У меня даже, не буду говорить молодых, у меня даже пришла бабушка, у меня 65 лет есть бабушка, пришла 113 килограмм, привели ее сюда за руки, не могла ходить. Сейчас она 65, она у меня делает за 55 минут 15 упражнений по 4 подхода. Просто носится, все офигевают. Похудела? Она похудела на 45 килограмм. А в силовых показателях ребят, которые в темно были, что много, нормально прибавляли? Да, много. То есть... У меня есть парень при весе 79, он сейчас у меня жмет, ну, 160-170, а пришел ко мне 115-120. Ну, пожать. Да, ну мы с ним вместе тренируемся, прямо вместе. Не я его тренирую, а мы у нас всегда тренировки вместе. Мы конкурим. Это за сколько техники, или все-таки не только техники? Он пашет, просто он пашет, он пашет 5 раз в неделю, 5-6 раз в неделю тренируется. Вот как я тренировался, вот, и я в нем вижу себя. Вот, он тоже такой же упертый, прямо, ну, реально, вот он, ему сколько, ему 19, 20 лет. Вот, прямо, все то же самое, как начинал я, он там 2 года уже здесь занимается. И вот, прямо такой же. Вот и по силовым, я думаю, он догонит меня. Ясно. А реабилитацией занимаешься клиентами? Людей с травмами? Да, вот я сейчас, сейчас начал больше этим ЛФК тоже. У меня сейчас, как бы, есть программа, мне подсказали. Сам на себе тоже ее попробовал, мне очень понравилось. Да, вчера была уже такая тренировка прикольная. С мамой даже интересно. А какие травмы чаще всего у людей бывают, на которые приходится восстанавливать? Блин, у всех спина. Спина и колени, суставы. Ну, типично. Угу, как ситуация? Помогает ли? Сегодня пришла, после вчерашней тренировки вообще прикольно себя чувствует. Ну, все, все собственным весом, все лежа на полу и все ей понравилось. Ну, теперь скажи, что... Ждем всех к нам в зал, приходите, всем поможем, всем подскажем. Ждем всех к нам в зал, приходите, всем подскажем.